В Михайловке ежегодно собираются самые активные жители микрорайона. Такие встречи проходят для того, чтобы горожане могли задать наболевшие вопросы представителям администрации и получить на них ответы. В этом году уже традиционно в конце мая все снова собрались на том же месте. По просьбе жителей микрорайона Михайловка 27 мая в 18 часов прошел сход жителей микрорайона. Время выбрано 18 часов. Традиционно все время сход проводили в это время. С одной стороны учитывали, что жители будут ехать с работы и сразу остановятся на сход. На сходе обсуждались текущие вопросы, перспективные вопросы. Что касается газификации, то в микрорайоне Михайловка все идет по плану. В прошлом году были выделены средства по республиканской адресной инвестиционной программе и на сегодняшний день проложено около 5 километров 200 метров труб, что говорит о том, что практически весь микрорайон охвачен газовыми сетями. По микрорайону Михайловка ведется определенная работа. На сегодняшний день практически закончена газификация. На стадии подключения газовых сетей практически Михайловка газофицирована, будем считать. По той же адресной инвестиционной программе в прошлом году были выделены средства и на водоснабжение. Работы в этом направлении проводились начиная с осени и весь зимний период. На сегодняшний день работы на стадии завершения и ближе к середине июня вода будет подана в эти сети. По водоснабжению в прошлом году выполнен проект по микрорайону, это на 14 километров сетей водоснабжения. В 2013 году освоено из этого объема 4 километра 600. В этом году по республиканской адресной инвестиционной программе подана заявка на прокладку сетей водоснабжения на 19 миллионов рублей. По выделению этих средств работы по водоснабжению будут продолжены. Наряду с этим выполнен проект на электроснабжение в новостройках. На эти цели была подана заявка из-за республиканского бюджета на сумму более 6 миллионов рублей. Помимо вопросов инженерной инфраструктуры микрорайона Михайловки, одним из самых актуальным и часто задаваемым является улучшение дорожного покрытия. В этом году мы планируем засыпку твердым покрытием улицы. Это проезд на улицу Липовую, значит это будет соответственно проезд на переулок, вербную на улицу, вербную, виноградную, значит это примыкание. И также планируем отсыпку улицы Кедровой, планируем улицу Тихую. Вопрос, который уже на протяжении трех лет остается самым наболевшим, это невозможность использования переезда через железнодорожные пути. Напомним, что около четырех лет назад по причине происшедшего на переезде дорожно-транспортного происшествия управление филиала Горьковской железной дороги предложило администрации города закрыть дорогу через ЖД пути. По ветке Амзя-Нефтекамск всего лишь два раза в сутки проезжает поезд. А дорога, по которой можно попасть из микрорайона Михайловки практически в центральную часть города, находясь в идеальном состоянии, попросту простаивает. Но судя по всему, этих причин для возобновления функционирования переезда было недостаточно. Так как для того, чтобы установить светофор, необходимое освещение и резервное электропитание, необходима сумма около двух миллионов рублей. Но путем долгих переписок с управлением Горьковской железной дороги была достигнута договоренность – разослать письма во все контролирующие органы на согласование. На сегодняшний день вопрос сейчас решает Москва. В ближайшее время они должны дать ответ. И я думаю, если положительный ответ получаем, мы приступаем к проектированию открытия данного переезда. Далее идет строительство и открываем переезд. Татьяна Кокорина, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».